Здравствуйте, мне кажется, что в разумности вот этой структуры, которую выникли, и единицы эволюции, очень популярной существует, на самом деле, очень характерные озоворки, и у Сергея Беякова, помните, на который вы ухажали, и у вас тоже, потому что вы называете агонизм этой самой структуры. Это две, наверное, две системы. Размножательная система остается там, в популяции, а экологическая, скажем так, это вот то, о чем вы говорите. Вот то, о чем мы с вами говорили, мусикоморядная, которую я тогда называл, пытался назвать консортом, то есть некая единица консорта. Представьте себе, что у вас комплект паразитов, ведь вы даже на хозяинах, один вид выпал, другой пришел. Один вид характерен только для этого хозяина, другой характерен для целого ряда. Вот, вот, то есть камаярная, о которой я говорю, в плане, да, хорошо, значит, когда это на субботу, и кроссоверный субботу выпадает в субботу, на субботу, на субботу, на субботу, на субботу, на субботу, как тоже мелких млекопитающих, которые, которых вы не можете в рамках вашего биоциноза отмечить одно от другое, некий комплекс, а за них. Вот это вот самый контур. Ну, сама эта размытка нам просто показывает, что это некий набор жизненных форм, необходимых для существования вашего циноза. А размножение идет в другой системе. Ну, вот, чтобы избежать этой размытости, я ссылаюсь на критерии прорыва и долгизма, потому что мне представляется, что они вот эти критерии симбиозом доедали. И тут уже такой размытости нет. Наверное, как бы вопрос, скорее, с практической точки зрения, с точки зрения познаваемости. То есть эволюционная теория – это некая парадигма познания даже живого вещества. Так вот, если не ошибаюсь уж, простите за неграмот, Гиллеров, по-моему, еще довольно давно объяснил, почему популяционный подход более продуктивен, нежели биоцинотический. Это немножко не то, что у вас, но все же. Вот берем какое-нибудь простое озеро. И вот в озере, которое мы воспринимаем как биоцинос, мы видим, что это один биоцинос, например, зимой, как минимум два биоцинота, а то и больше летом. А популяция, она всегда более или менее понятна, а следовательно, лучше познаваема. Вот не возникает ли у вас ощущение, что познаваемость вашей, вот этой симбиотической системы, она просто такая слабая по сравнению с популяциями, что этот подход долгое время будет еще, скажем так, недостижим? Вы что? Я присоединяюсь. Я думаю, что нет. Я же на разных уровнях это рассматриваю. И потом, простите, не я один и друг, да? Мы же независимо приходим в разных странах к этим вещам. Так же, как в свое время, извините, концепция естественного отбора была еще до Дарвина тремя англичанами выдвинута, да? Понятно, почему в Англии, потому что самая передовая страна была в том времени. Так что, я считаю, что за симбиотической парадигмой будущее. Она, конечно, не сразу завоюет, так сказать, господствующее положение как популяционная парадигма, но она параллельно развивается и будет развиваться. Не, никто во мне. Пожалуйста, вы можете моделировать и использовать простые достаточно подходы, но вы должны учитывать, что вы не учитываете всех этих самых особенностей развития жизни. Павел Павел, очень интересная, конечно, конструкция, и она у всех в голове, кто занимается эволюционной проблематикой. Но я хотел бы здесь о другом сказать, что вот идет сейчас тенденция постепенного нарастания терминологии, замещения общепринятых терминов другими. Это понятно, они все редуцированы. Термин мутации настолько многообразен, термин ген совершенно. Но мы договорились, что мы понимаем примерно одно и то же под этим. Поэтому, значит, главное, что выделяет любую систему, это дискретность и целостность. Это общие философские, так сказать, координаты. Поэтому, когда мы говорим особь, конечно же, мы знаем, что она окружена и внутри, и снаружи массой систем или подсистем в данном случае. Но, с другой стороны, вся популяционная генетика, ну, а, собственно, и вся современная, так называемая, теория эволюции, она ведь построена на редукционном подходе. Вот мы выделили там два гена, и у них там два аллеля, и начинаем фантазировать. Мы ведь не с особами работаем. И поэтому, ну, мы привыкли к этому. И редукционный подход-то ведь дал очень много. И он еще дает, когда мы действительно работаем с конкретными признаками. Вот. И еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта вся конструкция, она безусловно заслуживает внимания, и каждый должен это понимать, что если идет эволюция, то организм с хозяином эволюционирует. По поводу популяции у меня тоже примерно такой же. То есть популяция что? Ну, вот принцип основателя Майера. Две особи, две мухи там, или оплодотворенная даже муха попала и дает начало новому виду там популяции. Может, да, может. Вот. Или, ну, понимаете, нет каких-то рамок, кроме одного. Вот у, допустим, перекрестников там, ну, вот у нас с вами это два, две особи одного вида, они могут дать начало большой группе. Вот тебе популяция, допустим, мужчина и женщина, популяция. Владимир Николаевич, я не вступаю против... Вот в генетическом плане, я имею в виду, уже не в экологическом и прочем-прочем. И там есть свои параметры. Поэкологическим разные. Да, все. Никаких противоречий нет, потому что разные сферы отношения и взаимодействия. Ну, что все-таки уходить от третьей терминологии, ну, нежелательно, хотя ее надо обязательно иметь в виду, но замещать, вот сейчас это вот идет от тенденции попытки замещения терминов многообразием, и люди перестают понимать друг друга. Дело в том, что я не призываю вот революционным путем отказаться от понятия вид, там, популяция, особь и так далее, да? Там, где это нужно, они будут использоваться, да? И еще долгое время, может быть, вообще, все время, пока мы здесь существуем на земле, да? Но параллельно мы должны все-таки понимать, что... Я согласен. Я тоже хочу реплику. Занимаясь лесными экосистемами, я сталкиваюсь с очень многими классификациями. И понимаю, что все они, собственно говоря, и вот эти логические вещи ради какой-то цели. Поэтому вот с одной стороны, вот получается, надо понять, ради чего это. Вот если для понимания, если для того, чтобы напугать там и кого-то, что у нас 100 вида в день уничтожается, и не один биогиоценоз, а вот это вот все, и перечислить да еще с такими терминами, то это, наверное, вообще класс. А если вот так разобраться, вот тут говорится о дискретности. Владимир Николаевич, а я все-таки вот сейчас наблюдаю, все-таки вероятность, детерминированность, которая свойственна биологическим системам, она вот эту дискретность как бы нарушает. То есть дискретность, она тоже искусственно получается для того, чтобы нам легче было изучать. И поэтому и популяция, и вид, и там много чего нагородили, а потому что легче так.